Здравствуйте! В эфире программа «События» в студии Ларисы Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. А снег идет. Метель в Самаре продлится еще несколько дней. Отпустить раньше срока и вернуть 220 миллионов рублей. В суде решали, имеет ли право мошенница на условно-досрочное освобождение. Открой личный кабинет и спи спокойно. Налоговая служба обучает пенсионеров основам компьютерной грамотности. Самолет, принадлежащий РКЦ «Прогресс», сегодня экстренно приземлился в аэропорту Казани. Ан-26 направлялся из Самары в Байконур. На его борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. По пути к космодрому пилоты сообщили о технических неполадках одного из двигателей. Борт приземлился в Казани. Посадка прошла в штатном режиме. На место выехали представители Привозского следственного управления на транспорте. Сейчас проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Самолет проходит технический осмотр. Пассажиры размещены в аэропорту. Для перелета выделен дополнительный самолет, который в ближайшее время вылетит с пассажирами в Байконур. Как снег на голову. Несмотря на прогнозы синоптиков, водители в выходные не спешили переобувать своих железных коней в зимнюю резину. В итоге большие очереди в шиномонтаж, а на дорогах много аварий и заторов. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют водителям быть аккуратнее. Не превышать скорость и не совершать резких маневров. Быть внимательнее у проезжей части просят и пешеходов, для большинства которых первый снег оказался в радость. Рад первому снегу? Да. Почему? Снежки детства вспоминаются. 50 на 50 идти тяжело в школу теперь. А почему рад? А потому что снег, можно покидаться. Конечно, а что, свежее воздух стал и все. Он ляжет через 40 дней. Где-то до 10-го это уже начнется у нас зима настоящая. Снегопады в Самарской области продлятся как минимум до среды. Такой прогноз дает Самарский гидромедцентр. Сильные осадки принес циклон, который сформировался на центральной территории России. И выходные пришел на Волгу. Сегодня осадки в Самаре сохранятся до конца дня. Возможно, усиление ветра. Как справляются коммунальщики с сюрпризами погоды, обсудили на совещании в мэрии. На уборку улиц в первую смену сегодня вышли 134 единицы техники и больше 300 человек муниципального предприятия благоустройства. Кроме того, к борьбе с сугробами во дворах подключились управляющие компании. Нигде сбоя не произошло. И в выходные, и в субботу, и в воскресенье все дорожные службы, в том числе и районы, отработали в шатном режиме. Я бы хотел обратиться только к районам. На сегодняшний день сильный снег дают, чтобы мы сосредоточили свое внимание, в первую очередь, на тротуарах, квартальной, придомовой территории, на остановках. Метель, туман и гололед. Именно в такую погоду в ГИБДД отмечают рост ДТП с пешеходами. Особенно, если они в темной, незаметной на дороге одежде. В ГИБДД напоминают яркие цвета и светоотражатели – залог безопасности. Для этого в центре Самары провели необычный флешмоб. Валерия Макарова продолжит. «Быть ярче безопасности ради» призывает госавтоинспекция пешеходов. С ними в этом году произошло почти 900 ДТП. В них больше 800 человек были ранены, 89 погибли. Риск аварии повышается с наступлением темноты и в плохую погоду. Не на руку водителям и любовь горожан к темной одежде. Таких пешеходов видно всего за 20 метров. Тогда у того, кто за рулем, остается чуть больше секунды, чтобы избежать ДТП. А вот ярких пешеходов со светоотражателями в одежде водитель заметит метров за 200. Не торопись! Засветись! Это и название флешмоба, и его главная мысль. А сделать акцию запоминающейся помогли виртуозы казачьей шашки. Для флешмоба оружие модифицировали, и оно тоже стало ярким с помощью светоотражателей. Они же, но на одежде, могут спасти вам жизнь на дороге. Я не считаю, что эта штука бесполезная. Она помогает видеть пешеходов в ночное время, когда совсем темно и нет фонарей. Сотрудники ГИБДД напоминают, такие элементы не украшения, а залог безопасности. Внесены изменения в правилах дорожного движения, касающиеся в части обязанностей пешеходов, где им предписано в обязательном порядке использовать световозвращающие элементы в темное время суток в ненаселенных пунктах. Флешмоб в Самаре собрал 80 человек. Такие же акции прошли в Сызрани и Тольятти. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Отпустить раньше срока и вернуть 220 миллионов рублей. Суде Куйбышевского района Самары решали вопрос об условно-досрочном освобождении Татьяны Живжаренко. За мошенничество в особо крупных размерах. Суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Сейчас женщина находится в колонии. Есть ли у нее шансы на свободу, выяснила Олеся Корецкая. Татьяна Живжаренко руководила группой компаний-поставщиками «АвтоВАЗа». За несколько лет предприятия заработали хорошую кредитную историю. Тогда Татьяна создала несколько фирм с такими же названиями и взяла кредиты в нескольких банках. Когда пришло время платить по счетам, фирмы оказались пустышками. Банкам, как доказало следствие в суде, был нанесен ущерб в 220 миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере Татьяну Живжаренко приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Ходатайство об условно-досрочном освобождении подал защитник осужденной мошенницы. Большую часть срока женщина провела в следственном изоляторе. Сейчас она находится в колонии общего режима. Ей осталось отбывать наказание чуть больше двух лет. На заседании сторона обвинения просит пригласить потерпевших – представителей банков и кредитных организаций. Имеется необходимость в истребовании информации о позиции по данному вопросу от потерпевших, информации о отношении к вопросу условно-досрочного освобождения, информации о реально принятых мерах по возмещению причиненного преступлениями Живжаренко имущественного вреда. В ответ защитник и адвокат выдвигают несколько требований. Сделать запрос о зарплате осужденной и прояснить ситуацию с ее имуществом. Сегодня 12 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости Татьяны Живжаренко стоимостью более 300 миллионов рублей находится под арестом. Почему до сегодняшнего дня аресты не сняты, имущество не реализовано, почему потерпевшие не получили возмещение того вреда, которым было причинено преступлением, мне непонятно. Без этого вопроса, то есть дважды человека наказывать за одно и то же, я считаю, что это незаконно. Законных оснований для отказа в условно-досрочном освобождении на сегодняшний день не существует. Заслуживает ли Татьяна Живжаренко условно-досрочного освобождения, решит суд. Заседание отложили до 17 ноября. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Далее, коротко о других темах дня. Подозреваемого убийства семьи в Новокубышевске арестовали на два месяца. Это произошло в субботу в Самарском районном суде. 41-летнего Сергея подозревают в зверской расправе над 43-летней женщиной и ее 16-летним сыном. У матери отрезали фаланги пальцев, чтобы снять с них кольца. Мальчику перерезали горло. Трупы пролежали в квартире несколько дней, пока тревогу не забили соседи и родственники. В субботу в Самаре на улице Галактионовская почти полностью сгорел микроавтобус. От транспортного средства остался только один металлический скелет. Причины возгорания пока неизвестны. В этот день это был уже второй случай возгорания. Около полудня на автостоянке на улице Юных Пионеров сгорел легковой автомобиль. В Самаре водителю, который сбил насмерть женщину на перекрестке Владимирской коммунистической, дали 4 года колонии-поселения. Также суд обязал его выплатить 500 тысяч рублей компенсации родственникам погибшей. Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 апреля 2016 года. По версии следствия, мужчина, будучи за рулем девятки, сбил насмерть 42-летнюю женщину и скрылся с места аварии. На процессе выяснилось, что подсудимый в тот день употреблял алкоголь, а также имеет 5 судимостей, одна из которых не погашена. В Тольятти почтят память погибших при взрыве автобуса. 9 лет назад, 31 октября 2007 года, произошла страшная трагедия. Около 8 часов утра на пересечении улиц Карла Маркса и Гагарина, в автобусе, следующем по маршруту номер 2, раздался взрыв. Погибли 8 человек, 56 получили ранения. Спустя двое суток скончался старший врач скорой помощи Валерий Веденичев, в числе первых прибывший на место трагедии. Не выдержало сердце. Среди многочисленных пострадавших были студенты университета сервиса. В пятницу, 4 ноября, в Самаре, в районе площади Куйбышева ограничат движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. С 8 часов 30 минут будут перекрыты участки следующих улиц. Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской. Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Ограничения будут минимальными и не создадут неудобства горожанам, заявили представители регионального правительства. Подъехать к площади можно будет и по Галактионовской, и по Красноармейской. Кроме того, будет усилена работа общественного транспорта. Открой личный кабинет и спи спокойно. Налоговая служба обучает пенсионеров основам компьютерной грамотности. Сегодня нет необходимости стоять в очередях и заполнять квитанции от руки. Достаточно воспользоваться электронным сервисом. Освоить правила навигации можно на специальных курсах. Олег Зверев тоже изучил программу. Первые сведения о возможностях всемирной сети они узнают от внуков, а потом уже учатся применять их на практике. Сегодня интернет везде, а значит знание ресурсов не просто облегчает жизнь. Это требование времени. Житель Самары Валерий Дмитриевич Федянин из числа продвинутых пользователей. Сегодня он снова сел за парту, чтобы закрепить уже имеющееся знание. Новости, спорт, фотография, социальная квартплата, электроэнергия, налоги за машину, за гараж. Все это идет через интернет у меня. Тема урока – налоги. Предмет актуальный для пенсионеров. Помимо знаний фискального загадательства, каждый из них имеет льготы. Чтобы получить ответы на все вопросы, достаточно зайти на интернет-страницу. А уже в личном кабинете можно и получить информацию, и все необходимые операции произвести. Пенсионеры нашего региона, в том числе и Ленинского района, будут обучены ресурсу личный кабинет налогоплательщика, в котором они могут узнать все сведения об имущественных налогах, которые они должны заплатить, о сумме, об объектах, получат возможность получить квитанции об уплате имущественных налогов и заплатить свое время на налоги. В Самарской области входит в двадцатку лучших регионов по количеству активных пользователей личного кабинета налогоплательщика. 450 тысяч жителей уже подключились. Интерес к сервису проявляют и старшие поколения. Для них Министерство образования организовало бесплатные курсы компьютерной грамотности. Работают более ста образовательных площадок. Пенсионеры снова в числе пионеров, а теперь еще и по налоговым вопросам. О своем участии в проекте заявили более двух тысяч пенсионеров, для которых важен принцип – зайди в личный кабинет и спи спокойно. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Это еще не вся картина дня. Сейчас к эфиру наши корреспонденты готовят сюжеты на следующие темы. Ракетостроитель со студенческой скамьи. Самарец стал первым обладателем Гагаринской премии. Второй год подряд на первом месте. Проект телеканала «Самара ГИС» стал победителем всероссийского конкурса «Семья. Будущее России». Лучший актер и лучший театр. В Самаре подводят итоги театральной премии «Браво». На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин